Я вот так скажу, если с березной, так значит богатую, сразу видно. Ну а то, что с изъянчиками небольшими, с лица воды не пить, Настя, верно? Потому что мужик хороший был. Кому хороший и работящий, кому кривой и лентяй, каков будет муж, могут рассказать обычные бревна. Брусья раскладывают в круг, а девушки обязательно свободные. С закрытыми глазами выбирают тот, которому лежит сердце. Заглянуть в будущее люди пытались всегда, но чтобы узнать о своей судьбе, спрашивать нужно в особые дни. Святки – самое время. Издавна от Рождества до Крещения молодые девушки гадали, как будут звать будущего супруга. Большая и, самое главное, счастливая ли семья ждет их впереди? Много вопросов разных интересовало. И для этого, конечно, существовали различные гадания. От самых простых до каких-то более сложных, страшных. А вот, например, страшные гадания какие? Страшные гадания по мне – это когда пытались высмотреть суженного в зеркало, обязательно спускались в подполье. Разумеется, распоясывались, распускали волосы, то есть там было очень темно. В гаданиях участвовали и парни, но функция у них была особая – шутить над гадальщицами. Так, например, девушки просовывали руку в баню, когда там были мужчины. Если в ответ руку гладили ладонью, жених будет беден. Если с шубой – богат. Молодые люди об этом знали и всегда поджидали девушек. Желание посмеяться порождало порой и самые необычные забавы. Чё, парни, давай от Васькиного дома к Любкиному дорогу проложим, а? Давай, давай. Из полей. Чтоб узнал, кто с кем. Чтоб не услышали. Проложить дорожку между домами, закидать дверь снегом или облить водой. Считалось, что во время святок в мире царит хаос. Поэтому дозволено всё. В период с Рождества до крещения даже молодежные игрища были особыми – театральными. На эти игрища заходили ряженые. Вот опять же, вот эти души умерших предков. Парни заносили в дом покойника. Понимаете? Вот ряжного покойника. Ну, ряжного. И парни хватали и девок, кидали его на этого покойника. А у покойника во рту мука. И вот он мукой в девок всех плевал. О! Тири-пири я на рыночке была. Тири-пири я горилочку брала. Тири-пири я напилась. Тири-пири с ног свалилась. О! Начало года – время строить мир заново. Без счастья он невозможен. Поэтому отдельное внимание уделяется тому, как зазвать благополучие. Эта миссия возложена на калятки. Все желающие группами посещают дома и исполняют ритуальные песни в адрес хозяев. За это получают угощения или подарки. Крупы, пироги, дрова. Давай-ка хорошую песню спойте, ребята, ну! Шо ведь мне для вас ничего не жалко! Ну, шла ты! Господи, тринцать кулянков, пятьдесят поросянков, жи густой, примолать и стой. Суть калядования заключается не в том, что ты должен выпросить себе деньги, выпросить себе хлеб, пряники. Суть заключается в том, что таким образом ты несешь в дом счастье и добро. В последние годы калятки набирают обороты и в современном мире. Все больше желающих устраивают обряды в городе. Переодеваются, ходят за угощением по кафе, ресторанам и поют песни. Сейчас времени на святочное развлечение осталось не так много. Буквально одна ночь и один день. Праздник Крещения отметят уже 19 числа. Мария Суворова, Екатерина Сипливая, Евгений Тюнев. Время новостей.